Друзья, всем привет! С вами снова Артем Астапов. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Сейчас я нахожусь в Швеции, в аэропорту, и в этом видео я хочу рассказать вам, как правильно перевозить самокат в самолете. Я расскажу вам про способы перевозки самоката и покажу все в наглядном примере. Желаю вам приятного просмотра. Итак, по поводу перевозки самоката. Здесь есть четыре варианта. Первый вариант, если вы самокат полностью помещаете в ваш багаж, в ваш чемодан, но такой вариант маловероятен, поскольку сейчас рули широкие, доски длинные, рули высокие, и, как правило, не найдется такого чемодана, в который самокат поместится целиком полностью, поэтому первый вариант, он маловероятен. Второй вариант, поместить ваш самокат в спортивную сумку, либо в специальную сумку, как раз таки вот бренд Красава, моего хорошего друга Александра Боянова. Я на всякие ссылки оставлю в описании. Если захотите купить такие же чехлы, обязательно обращайтесь. Он, по сути, сейчас монополист среди тех, кто делает чехлы для самоката, поэтому фирма надежная, фирма хорошая. Настоятельно рекомендую вам приобрести, если вы будете рассматривать второй вариант. Итак, вы кладете самокат, раскладываете и берете с собой вручную кладь, но здесь достаточно все сложно, поскольку не все авиакомпании одобряют такую тему, и, как правило, либо это не помещается на полке, либо на этапе регистрации вам говорят, что нет, это надо сдавать как отдельный багаж, и в связи с этим этот вариант тоже не самый правильный, не самый, скажем так, безопасный, не стопроцентный. В связи с этим можно рассмотреть третий вариант. Третий вариант также связан с спортивной сумкой и с чехлом для перевозки вашего другого самоката, но в этом случае вы будете сдавать самокат не вручную кладь, а в багажное отделение, и в этом случае придется доплачивать за дополнительное багажное место, поскольку, как правило, у нас есть основной багаж, где наши вещи, то есть это чемодан, и второе багажное место будет, собственно, для вашего самоката. Здесь придется доплатить определенную сумму, это единственный минус, но плюс то, что вы будете точно уверены, что это все одобрит, и компания перевезет ваш самокат. Ну что, мы пришли к четвертому, последнему варианту, как перевезти ваш самокат в самолете. В моем случае я сделал следующим образом. Я поместил все мои запчасти, из исключения руля, в чемодан, у меня все поместилось, но руль, сами понимаете, он у меня торчит, и он не помещается. Что можно сделать в этом случае? Здесь есть так называемые пулеры, если не ошибаюсь, и их нужно скрепить вместе, то есть это можно сделать с помощью веревочки, как я сделал, потому что у меня хомута нет, либо вот купить как раз вот такой специальный хомут. Все скрепить, затянуть, и в этом случае вы будете уверены, что у вас молния не разъедется, и ничего не выпадет. Проблема следующая, у нас выпирает руль, что с ним делать? Обязательно в этом случае обмотайте пищевой пленкой, сделайте вот так. Вы будете уверены, что у вас ничего не выпадет, и, по крайней мере, у вас, например, если грипсы цветные, они не перепачкаются, и ваш самокат доедет целости и сохранности. Ну что, друзья, мы только что прошли контроль, я сдал свой багаж, и он прошел как не габаритный багаж, поскольку он не подходил по размерам для данной авиакомпании. Оля прошла, собственно, с самокатом в ручной кладе, все нормально, никто ничего не спросил. Тем не менее, это прокатило, но не рассчитывайте, что всегда так будет, поскольку иногда могу сказать, что с самокатом нельзя. Ну, в данном случае нам повезло, и все нормально. Ну что, друзья, это видео подходит к концу, я надеюсь, оно вам понравилось, и было для вас полезным и информативным. Я сейчас отправляюсь уже обратно в Санкт-Петербург, так что меня ждет самолет. Ну а с вами был Артем Остапов, увидимся на новом видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok